Мы находимся в Древнем Рамоте, недалеко от могилы пророка Шмуиля. Поговорим сегодня о следующем понятии, которому нас пришло научить Шломо в своих притчах. Это мусар. В переводе обычно этика или мораль. Вашонокодыш очень точный язык и часто из корня слова можно понять или смысл слова, суть его, или цель этого слова. На иврите мусар, асур, послово асур, это связан. Например, тюрьма на иврите это бейт асурим. И сур это запрет. То есть с помощью этики мы строим себе границы в поведении. Как мы ведем себя с родителями, с друзьями, с детьми, с женой, с мужем, с ближними. Как мы относимся к нашей жизни, к нашим законам. Давайте разберем. Робесроли Салантер, один из больших специалистов в области мусара, в области этики, объясняет, что большинство реакций, наше поведение зависит от того, что у нас находится в подсознании. То есть наши реакции выходят в большинстве случаев из подсознания. Например, от того, где мы росли, от нашей компании, от нашей школы, от того, что было во дворе, зависит от нашей реакции, когда мы находимся с друзьями. Мы часто реагируем в семье, муж с женой, так же, как они видели реакции у себя дома, у своих родителей, у бабушек, у дедушек. Мы часто реагируем на детей, относимся к детям, так же, как мы видели отношения к детям в наших семьях, где мы росли. И поэтому, говорит Робесроли, человек, который хочет работать над собой, что-то в себе изменить, исправить, улучшить, недостаточно просто прочитать информацию, как правильно. Потому что реакция выходит на полуавтомате из подсознания. Поэтому, говорит Робесроли, человек должен овладеть методикой, чтобы поменять свое подсознание. Пример. Человек хочет работать над гневом. Он хочет уметь держать себя в руках, реагировать осмысленно, не из-за гнева, гневом реагировать, а взять себя в руки и подумать, и отреагировать, как правильно. То недостаточно, вначале он должен взять книгу и глубоко проучить эту тему. Понять, как гнев влияет на нашу душу, как он влияет на наш разум, как мы теряем хладнокровие, теряем владеть собой. Понять, насколько можно одним, одной неправильной резкой реакцией себе навредить, навредить людям, испортить отношения с коллегами по работе, с детьми, с женой, с родителями. Когда человек очень резко реагирует, он берет несколько лет потом исправить эту ошибку. Понять, как это влияет наше здоровье. После этого он берет, понимая, как правильно реагировать, он начинает продумывать ситуации, где он гневался неделю назад, месяц назад, то, что было год назад, и заново их переосмысливает, заново их переживает, и думает, как бы он поступил сейчас, как правильно было поступить. И тем самым, когда он переосмысливает, переживает эти ситуации, он как бы меняет свое подсознание. И в следующий раз, когда у него возникает ситуация, ему намного легче правильно отреагировать. И то же самое со всеми другими качествами. Человек, который хочет работать над ленью, над жадностью, даже человек, который хочет, допустим, начать кошерно питаться, но у него есть разные соблазны, когда он проучит нужную тему, то он понемногу начинает влиять и думать на свое подсознание, как было правильно поступить в разных ситуациях, насколько важнее было сдержаться и съесть кошерную пищу, чем податься этому соблазну, то через какое-то время у него, ему намного легче будет реагировать правильно на соблазны, которые есть. И вот царь Шломо пришел нас своими притчами научить мусару, как правильно строить границы, как поменять шаблон своего поведения.